Всем привет, друзья! Это Скраб Механик и постройки от наших подписчиков, и черт возьми! Эту постройку я хотел посмотреть уже достаточно давно, я ее увидел какое-то время назад, но как-то руки до нее не доходили, и... А что такое с передними колесами? Сейчас посмотрим, может быть он на пневме, но... Как вы видите, это КАМАЗ 8х8, это полноприводный, дохрена колесный КАМАЗ, и он сделан очень, кстати, реалистично, Потому что там же в нашей группе, ссылочка на нее, кстати, есть в описании, на темку в группе есть Фотка этого реального КАМАЗа, и она очень похожа вот на эту модель Черт! Даже, посмотрите! Под небольшим таким наклоном сделано Господи, это очень много времени, видимо, заняло у автора, но... Работа получилась просто потрясающего качества Фары здесь, фанфары Даже вот эти вот элементы Это... Я не помню, как эта штука называется, но, в общем, это подкачка колес Даже она сделана И посмотрите на подвеску Вот я из-за такого обильной запчастей не понимаю, как она устроена, как она работает Поэтому, наверное, сейчас нужно... Так, а это что такое? Что произошло? Что... Люк открылся Открылся люк Да, открывается люк Так, что еще у нас здесь есть внешне? Смотрим, два включателя каких-то Кабина открыл... Блин, вот это... Вот за это просто гора лайков Таких лайков гора... Не то, что фура, реально гора лайков Потому что это потрясающе Так, а тут что такое у нас? Что-то где-то тоже открылось, но... Ага, все, понял, что открылось Открылся второй люк сверху Ладно, погнали тогда проверим эту машину изнутри Смотрите, какое приятного цвета какого сиденья Так, надо немножечко отдалить тогда камеру Потому что эта штука достаточно большая Так, колеса у нас поворачиваются Поворачиваются два сразу, две пары передних колес Давайте попробуем, может быть, что-то... Дверь Люк Кабина и... Так, а это что такое? Это двигатель, посмотрите Вот там видно двигатель Но тогда не совсем понятно, почему он именно просажен так вот здесь Я думал, что он на какой-то пневме или на чем-то Давайте попробуем проехаться на нем Ох, подвеска Посмотрите, как хорошо отрабатывает подвеска ФПС он высаживает, конечно, дико Ну, я думаю, вы и сами это все видите Но, блин, подвеска отрабатывает просто потрясающе Не хочется сваливать вот эти конусы Чертовски круто подвеска отрабатывает, ребят, вы гляньте только Так, а он сможет за... Я думаю, что он сможет вот сюда, наверх, куда-то заехать Убрать бы вот этот развал и было бы вообще просто охренительно, как круто Ну, посмотрите сами Это реально независимая подвеска Так, если я его так остановлю Не получится, он не будет так стоять, да? Если я выйду из него Надо открыть, значит, люк Так, и выходим Во Я думаю, все сразу поняли, для чего тут нужен этот люк Сейчас мы его посмотрим На работу его подвески Вот, просто-просто посмотрите на это То есть, ну, где вы такое видели? Сделано просто потрясающе Видимо, из-за того, что кабина тяжелая Не хватает мощности двух пружин, двух амортизаторов Здесь сзади тоже все проминается Блин, ну... Именно подвеска сделана хорошо Да, понятно, что здесь есть некий такой косячок с тем, что она как бы просажена Но это именно из-за веса всего автомобиля Тут именно конструктивных ошибок, наверное, все-таки нет Вес автомобиля и недостаточная мощность вот этих вот деталей Но сделано очень круто Давайте я подниму его на подъемник Мы его сейчас как-то снизу еще посмотрим Такс Вот она Вот она Это замечательная конструкция Итак, что мы здесь видим? Получается у нас Да нет, она здесь крепится Здесь есть крепеж Так, вот так мы, наверное, сейчас увидим Да, охренеть, увидели Слишком много соединений Хотя Вот, точно, смотрите Вот это, получается, нижний рычаг Он здесь соединен Он ходит туда Там он, получается, не как просто жестко закреплен Угу Все, понял, как работает То есть Вот это просто перемычка для того То есть назад она как бы может упасть Вот эта вот Вот эта ось За счет вот этого соединения Она может упасть вот так вот вниз Но опять-таки внизу есть тоже у нее ограничитель Который не позволит ей совсем вниз упасть А наверх она упирается вот в эту перемычку А в этой перемычке уже непосредственно вот что держит То есть две Две пружины Блин, все гениальное просто Все гениальное просто Ну вот Сами видите, что когда он висит Никаких абсолютно проблем с подвеской у него нет Ничего никуда не просаживается Все сделано Отличнейшим образом А когда он падает То за счет огромного веса Он именно проминает Проминает эти маленькие пружинки Здесь, наверное, нужно было Ну я даже не знаю Тут Тут ничего, мне кажется, уже не поможет Давайте попробуем посмотреть в салоне Что там творится А в салоне сделана реальная приборная панель Вообще очень круто Всякие приборы Приспособления Что-то типа руля Ну не типа руля Это и есть руль И вот эта штука Как приборка сделана Мари Ну Реально тут Ничего не могу сказать Кроме как круто Это сделано Действительно круто Автор просто красавчик Можно ехать вот так вот С видом из-за руля Потихонечку Но уверенно он едет вперед И в принципе Для него практически нет никаких преград Потому что Это реально мощнейшая штуковина Которая сможет Сможет преодолеть любые препятствия Я думаю, что я сейчас С легкостью смогу заехать туда Хотя там есть некая ступенька Вот там прямо По камням, по горам Везде эта штука может ездить Ну она реально круто сделана Подвеска вот эта вот Замечательно работает Что нет? О, смотрите Все равно лезет Давай Одним колесом надо залезть И второе тогда подтянется само Или не подтянется оно? Ну уже Не, немного не хватает Видимо мощности Чтобы вот так прямо Вперед залезть Либо она упирается А, она упирается Как раз таки вот этим выступом И упирается То есть если бы он Прямо заезжал То Я думаю Все бы получилось Ну в общем-то Это и не особо важно На самом деле Хотя вот Вот смотрите В принципе Ничем не упирается Но Видимо не хватает Мощности прокрутить Вот это переднее колесо Которое Уперлось Ладно В общем Вот такая вот машина На такой подвеске Замечательной Просто Потрясающая тачка Очень реалистичный Сделан Автор Красавчик Если хотите Отправить свои работы То это можно сделать По ссылочке В описании Под этим роликом Также Если вам понравилась Работа И видос То ставим лайки Подписываемся на канал С вами был Механик Всем пока